МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самый крупный сверхзвуковой самолет в истории современной авиации летчики называют «белым лебедем». Почему такое нежное имя получила машина весом в 275 тонн, вооруженная крылатыми ракетами и ядерными бомбами? Ту-160. В фильме «Оружие». В начале 60-х годов Советский Союз достиг стратегического паритета со своим основным противником в глобальном противостоянии – Соединенными Штатами Америки. Это произошло благодаря ускоренному развитию стратегических ракетных вооружений. Тогдашний лидер страны Никита Хрущев уповал на ракетно-ядерный щит, направляя на его создание буквально все ресурсы. Это самым неблагоприятным образом сказалось на дальнейшем развитии отечественной дальней авиации. Многие перспективные проекты были свернуты. Не пошел в серийное производство, уже построенный, показавший блестящие результаты во время испытаний, стратегический сверхзвуковой ракетоносец М-50 «Мясищева». Прекратились работы над удивительным Т-4, стратегическим первенцем Павла Сухого. Соединенные Штаты, напротив, продолжали совершенствовать свою тяжелую авиацию и добились в этом серьезных успехов. Пентагон приступил к созданию передового пилотируемого стратегического самолета, будущего бомбардировщика Би-1, в потенциале самого совершенного авиационного ударного комплекса. Игнорировать такую угрозу, уповая лишь на мощь межконтинентальных баллистических ракет, было недопустимо. В 1967 году в СССР был объявлен конкурс на межконтинентальный многорежимный ударный самолет. Проектировали новую машину КБ Сухого и КБ Мясищева. Через два года к работам над новой машиной привлекли и ОКБ Туполева. К тому времени туполевцы поставили на крыло и запустили в серийное производство сверхзвуковой пассажирский лайнер Ту-144. Первоначальный проект Туполевского стратегического ракетоносца, представленный на конкурс, был разработан по компоновочной схеме Ту-144, как его дальнейшее развитие. Перспективный самолет получил индекс 160. Американцы создали самолет Би-1 и, ну, в противовес нам, естественно, надо было создавать какой-то свой самолет. Существовали разные точки зрения, какой именно должен быть самолет. Но у Туполева старшего, Андрея Николаевича, была такая точка зрения, что вообще надо создавать ударный самолет, который всю свою, весь свой путь проходит на сверхзвуковой скорости. Туполевцы проиграли конкурс. Их самолет не смог избавиться от недостатков своего пассажирского собрата. И, несмотря на патронаж со стороны министра обороны Дмитрия Устинова, был отправлен на доработку. Вот эта идея сверхзвукового наступательного самолета, стратегического, она, в общем, была встречена отрицательно. Старались максимум придерживаться того, тех требований, которые предъявлялись конкурсному самолету. А там требовалась и большая дозвуковая дальность, которой на проекте предъявленном КБ Туполева не было. Поэтому, хотя и предъявили проект вне конкурса, но выиграл проект фирмы Мясищева. Окончательные итоги конкурса были подведены в 1972 году. И заказ на разработку нового самолета неожиданно получила ОКБ Туполева. Существует несколько версий, почему было принято такое решение. Одна из них – самолет Мясищева оказался слишком дорог в производстве. В этом ли заключалась главная причина – неясно, так как материалы работы конкурсной комиссии до сих пор засекречены. При проектировании новой машины конструкторам предстояло объединить в единое целое все лучшее от предыдущих. Крыло большого удлинения, изменяемую стреловидность крыла, теплозащиту планера на сверхзвуковых скоростях. Снижению аэродинамического сопротивления способствовало большое удлинение фюзеляжа и плавные обводы его носовой части с сильно скошенными лобовыми стеклами. Самолету придали изящную форму, помня крылатые изречения основоположника ОКБ и российской тяжелой авиации Андрея Николаевича Туполева о том, что «красивый самолет будет и летать хорошо». За красоту и грацию летчики сразу же назвали «160-е белым лебедем». Самолет был оборудован современной цифровой вычислительной техникой. Но конструкторы работали не только над повышением боевых возможностей машины. На борту появились шкаф-кухня для разогрева пищи для членов экипажа и туалет. ВВС в течение нескольких месяцев не принимали в эксплуатацию новый стратегический самолет из-за несовершенства конструкции бортового туалета. Впервые сверхзвуковой гигант поднялся в небо 18 декабря 1981-го. В серийное производство ракетоносец был запущен три года спустя. В частях новый бомбардировщик понравился. По отзывам опытных пилотов, «160-е» был лучшим из освоенных ими самолетов. Один военный летчик сказал, «Машина нас восхитила, просто поразила своими богатыми возможностями». К середине 80-х годов США приняли на вооружение модернизированный вариант стратегического бомбардировщика B-1B. B-1B «Ланцер» Улан, сверхзвуковой стратегический бомбардировщик, является единственным находящимся на вооружении ВВС США самолетом с изменяемой стреловидностью крыла. Производился фирмой Rockwell International, носитель бомбового и высокоточного ракетного оружия. Максимальная скорость не превышает 1500 км в час, дальность полета до 11 000 км. Внешне Улан напоминал «Белого лебедя». Однако на этом сходство между двумя машинами заканчивается. При конструировании этих самолетов использовались различные концепции. Расстояние от американских баз до целей в Советском Союзе было в несколько раз меньше, чем от баз Советского Союза до целей американских. Поэтому самолеты должны были быть в принципе совершенно разные. Ту-160 способен наносить удары по целям на большом удалении от места базирования в широком диапазоне высот и скоростей. Ту-160 сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяющейся стреловидностью крыла. Название по классификации НАТО Блэк-Джек Дубинка Джокер Длина 54,1 метра Размах крыльев 55,7 метра Максимальная взлетная масса 275 тонн Силовая установка 4 двухконтурных турбореактивных двигателя НК-32 Максимальная скорость 2000 км в час Практический потолок 15600 метров Практическая дальность 14000 км Вооружение Бомбовая и ракетная нагрузка массой до 40 тонн Стратегические и тактические крылатые ракеты Аэробаллистические управляемые ракеты малой дальности Термоядерные и обычные бомбы Мины Экипаж 4 человека На вооружение советской дальней авиации поступила 21 машина Эксперты НАТО проявили огромный интерес к новому ракетоносцу Поскольку в отношении наступательного вооружения Ту-160 имеет преимущество перед Уланом Весной 1988 года неподалеку от аэродрома базирования Ту-160 был обнаружен замаскированный под пень контейнер с электронной аппаратурой которая позволяла прослушивать радиопереговоры и фиксировать работу радиотехнических систем самолетов Поэтому ракетоносцы оснастили специальными чехлами из металлизированной ткани которые экранировали носовой обтекатель бортового радара Боевые возможности ударного комплекса Ту-160 очень высоки Благодаря барабанному катапультному устройству пуски ракет могут производиться в очень короткие промежутки времени Изначально Ту-160 создавался как стратегический сверхзвуковой ракетоносец Поэтому одна из целей модернизации научить самолет бомбить Ведь один Ту-160 может взять на борт столько же бомб сколько целая эскадрилья Ту-22М3 Масштабного развертывания Белого Лебедя достичь не успели Распад СССР оказал влияние на судьбу этой ударной системы После 1991 года на территории нового независимого государства Украина осталось 19 бомбардировщиков Ту-160 которые не вписывались в оборонительную доктрину этой страны Госдепартамент США требовал соблюдения договора о сокращении стратегических наступательных вооружений в соответствии с которым Украина должна была уничтожить все стратегические бомбардировщики Машины стали утилизировать Позднее Украина передала России 8 ракетоносцев В настоящее время все Ту-160 боеготовы Ведется модернизация этих самолетов с целью улучшения пилотажных характеристик оснащения новейшими комплексами вооружения и уменьшения заметности для средств ПВО противника Ту-160 это самый мощный в мире ударный авиационный комплекс не зря в НАТО его называют Блэкджеком дубинкой высокая дальность полета позволяет Ту-160 действовать в любой точке земного шара а в скорости он не уступает многим современным истребителям запас прочности белого лебедя позволяет смело назвать его самолетом 21 века Субтитры создавал DimaTorzok